Вы думаете, вы знаете о Японии уже всё и ничего не способно вас удивить? Нет. Сегодня вам станет ясно, почему у японцев такие чокнутые телевизионные шоу. Уборотость у японцев начинается, похоже, с самой школы. Поехали! Во всём мире существуют специальные сотрудники, которые убирают беспорядок после уроков. Ну и у вас, наверное, тоже. А в японских школах предпочитают не тратить деньги на уборщиц, а приучают детей наводить после себя порядок самим. Причём делают-то всё не назначенные парочка дежурных, а весь класс. Отаку – истинный ценитель не только школьной формы, но и самых молоденьких школьниц в коротеньких юбочках. Именно эти мужчины являются основными клиентами по покупке ношеных трусиков девочек. Чтобы заработать, молоденькие японочки отправляются в специальные заведения, именуемые комиссионками, где можно продать собственные ношеные трусы за небольшую сумму денег, а иногда и очень большую. Также иногда в комплект грязным трусам выкладываются фотографии школьниц, которая их носила. В младших и средних классах у детей попросту нет перемен. Они учатся целый день и лишь один раз прерываются на 15 минут, но, как правило, из класса не выходят. Это, наверное, сделано, чтобы дети с самого малого возраста насладились взрослой жизнью. А возможно, перемены и не нужны, ведь студенты даже в столовую не ходят, сидят прям в классе, кушают вместе с учителем. Чёрта, возможно, это даже прикольно, лично у меня столовая была-то не особо приятным заведением. Каждый ученик обязан вести дневник, делать это нужно довольно подробно, учителя за этим следят. Ученики туда пишут, как проснулись, во что оделись и всё, всё, что происходит в их детской жизни. В последние 10 минут каждого учебного дня наступает тихое время. Ученикам даётся 10 минут, чтобы опустить голову на парту и хорошенько привести мысли в порядок. В тишине. Понять, что сделал за день, что будешь делать вечером и на следующий день. Это очень странно, но в Японии учебный год начинается в апреле, а заканчивается уже в следующем году, в марте. То есть, если вы посчитаете длинных летних каникул, у них как таковых нет, а не меньше месяца. В японских школах невозможно вылететь из школы или остаться на следующий второй год. Можно сказать, что там даже нет плохих оценок. Независимо от успеваемости и посещаемости, ребёнок всё равно переходит в следующий старший класс. В японских школах на стенах висит оружие. Да-да, и это не самурайская катана, как вы бы могли подумать. Это сосумато, что-то типа граблений. Японцы опасаются ограблений или злоумышленников, которые могут пробраться в школу. Так вот, для самозащиты по всей школе можно найти это оружие, которое при случае может взять учитель или взрослый ребёнок и обезвредить злоумышленника. Вот так-то, ставь лайк, если ты отаку. Ах, фу.